Он говорит скромно и довольно тихо, к микрофону не привык, да и к большой публике тоже. Его юные слушатели все во внимании, однако не знают об этом высоком дяде практически ничего. Неудивительно, ведь карьера заслуженного мастера спорта СССР Игоря Чумака приходится на 80-е и 90-е годы прошлого века. За то время гонболист успел стать двукратным олимпийским чемпионом, а начинал заниматься этим видом спорта здесь, в школе Русич на снеговой паде. В родном зале Чумака ждали уже давно. Свою карьеру Игорь Владимирович начинал, так сказать, не самовольно. В те годы тренеры сами собирали себе команды по всем школам города, искали ребят спортивного характера. Для многих это были первые шаги в гонболе. Некоторые даже впервые узнали про этот вид спорта. Мы же учились в одном классе, это у нас в 70-х годах в 61-й школе создали спецкласс. Ну, там нужно развивать гонбол. Утром тренировка, в обед тренировка и вечером тренировка. Потому что и в школе самоподготовка. Дома появлялись только поздно вечера, ночевали, грубо говоря. Мне, например, нравилось в воротах, потому что игроков было много, а я был один. И мне, как бы сказать, удавалось почти весь, все время играть игру одному. А ребята менялись, сидели на лавке. Вместе с Чумаком сборная СССР выиграла две подряд Олимпиады в 1988 и 1992 годах. Сначала в Сеуле советские гонболисты без особых проблем дошли до финала, где расквитались с хозяевами соревнований. А уже через 4 года наши спортсмены стали лучшими на Олимпийских играх в Барселоне. Уроженец Владивостока защищал ворота сборной как мог, хотя соперники тогда особо бросками не засыпали. Не совсем засыпали, потому что у нас очень хорошая была защита. Ну, а в 1988 мы попали на корейцев, они такие были маленькие. И, конечно, нашей защите, ребята, которые по 2 метра, было ловить корейцев очень тяжело. Ну, адаптировались и к корейцам. Сейчас Игорь Владимирович занимается тренерской работой, руководит вратарями в женских командах. И дает двукратный чемпион своим подопечным точно такие же упражнения, с которых и сам когда-то начинал. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8.